Актер театра и кино Актер театра и кино В Востоке вы в юности жили и учились в нашей Академии Искусств. Расскажите, ваша связь с этим городом всегда оставалась? Всегда она прерывалась на какое-то время? Ну, были моменты перерыва. Были, были. Когда тут Дарькин был у нас как-то. Однажды он строил у меня очень хорошее путешествие здесь. Забросил меня в такие дебри. Вот это на где-то тысячу с лишним пятьсот километров. Хотя я очень благодарен. Я тогда по всей границе прошел чуть не до Хабаровска. Насчитал три муляжа. Потом доложил командованию сюда, что китайская-российская граница. Мы там плывем по Малую Суре. Стоит. Я говорю, что мы им неинтересны, что ли? Китайцы нас следят, а тут нормально. Я говорю, зачем? Вот муляжи. Я говорю, как муляжи? Ну, это точно. Как застыл, так и стоил. В униформе, в этой специальной форме такая. И я тогда был потрясен просто этими деталями. Ну, это, я уже такая тема, непростая тема. Поэтому я стараюсь об этом говорить. А есть какой-то Владивосток в вашей памяти, которого в реальности уже нет, но по которому вы можете... Я помню, Владивосток, когда он еще был закрыт. В чем было очарование? Гуляли матросы в белых своих, так, споригующих. Форма такая была, осветленная какая-то. Я помню, приезжали сюда индийские, так сказать, к рейсер приходил. И вот как-то вот и наши. Это было очень просторно, не было суеты, дерготни не было. Очень вольно дышалось, как потом уже открыли город, и началась вот эта вся суета. Торговля там тяжелая, эти годы были. Ну, вот это я очень хорошо помню. На всю жизнь запомни, это запах моря. Водоросли, запах моря. А я читала в каком-то из интервью, что вы с морем любите общаться, как живым существом. То есть уединяетесь, у вас какой-то особый, это на своих взаимодействиях. Да, я про разговор, по-моему, часами с утра прихожу, я сажусь и прислушиваюсь, о чем он, но он мне жалуется, что вот сегодня, вот и вот и расстроил, вместе так общаемся. Я успокаиваю, это потрясающее ощущение. Море очень живое. А как часто в вашей жизни вам нужно приезжать к морю? Каждый год я приезжаю в море, где бы ни было, там, ну, Черное море, Балтийское море, Средиземное море. Со всеми находите общий язык? Я всегда общий язык. Ну, вода, в одной капле Тихий океан, и Тихий океан в одной капле. Вернее, океан в одной капле, не Тихий, просто океан. Каждый человек молодой, когда выбирает себе профессию, он не может найти ее изнутри, руководствоваться какими-то своими представлениями о том, что это за профессия. Какие у вас были иллюзии об актерстве, когда вы собирались в него войти? У меня иллюзий как бы не было. Я просто действительно потрясен был работой Валеры Приемухова, Сережи Манухина, Кучумова, Бориса. Это был вообще уникальный спектакль под Станберой Николаном Сындуковой. Это был первый выпуск, сокращенный выпуск, трехгодичный выпуск. Они выпускали в 65-м году, что ли. Чехова, Иванов. Вот Валера играл тогда доктора Львова. Это было такое эмоциональное потрясение, что я до сих пор помню, что четвертый ряд, 17-е место, я сидел, смотрел. Я, вцепившись вот так вот костяшками своих маслами, масластыми ручонками, в кресло, и я впервые за много лет, может быть, вот так вот плакал. Чехов, Антон Павлович Чехов, я стоял, у меня всего трясло. Наверное, я как-то психологически оказался подготовлен, что ли, восприятие прекрасным, что-то какие-то такие причины были. И тогда пошел я, не домой поехал, а пошел на берег Амурского залива и практически допоздна просидел. Я прощался с Тихим океаном, потому что у меня после катастрофы в Беринговом море, меня мама попросила списаться на берег навсегда. И я думал, ну, страсти уляжутся через год, я опять к морякам иду, опять буду ходить в моря. Ну, вот этот спектакль мне все перевернуло, и я прощался. Я сказал тогда, сделаю все возможные и невозможные, я стану актером обязательно. А на что вы больше полагались в своей актерской карьере? На судьбу или на какой-то, вот на свой характер, может быть, на настойчивость, какие-то моменты? Это и судьба, и характер. Вот у меня до сих пор как-то, то ли я только чувствую, что вот есть, я чувствую их ангелов через теронь, через мытарство, через слезы и боль, через какие-то операции, там все равно вот то, что я задумываю, реализуется. Вот это поразительные вещи, как-то так рано и поздно. И вот тут я отдал слово, я делаю, я тогда, когда поступил, я хочу начать сниматься в кино. Тоже, Саратов, 10 лет с Олегом Ивановичем Янковским мы работали в 5-6 ролях на этих спектаклях в паре, он снимался, я от него отдувался. Все равно в кино начал работать, и все. Так что все реализуется. А вот пробиваться, да, вот это слово сейчас, приходилось в какие-нибудь моменты? Да, еще как, конечно, что еще как, очень-очень просто. Это действительно вот тема для разговора серьезного, не такой, не сиюминутного. Скажите, вот в мире искусства есть у вас такой человек, который является для вас примером не только большого артиста, или человека, или большого таланта, но и большого, как будто, человеческого достоинства. Несколько, это прежде всего Евгений Алексеевич Матвеев и, конечно, Георгий Степан Жиронов. И с теми другими я снимался, и Евгений Алексеевич Матвеев снимался, меня с ним снимался в фильме «Бешеные деньги» играл Васильков, он был режиссером. Потом фильм, который не вышел, это по роману Чайковского «Победа». Двухсерийная картина, где я снимался с Андреем Мироновым, в главных ролях он американца, я русского играл, журналиста военного. И тоже вот картина практически лежит на полке, уже много-много лет, и не выходит. И, конечно, Георгий Степан Жиронов, это уникальные личности, уникальные. Ваши поклонники, которые следят за творчеством, знают, что вы не только играете в спектакли, снимаетесь в кино, но и давно увлечены народной песней, часто исполняете старинные песни. Вот эта музыкальность у вас, она идет из семьи? Это от мамы, да, от мамы. У меня очень поющая мама, старая брядка. Балалайка трехструнная. Балалайка – это что-то фантастическое. Она сочиняла сама частушки, у нее была любимая частушка. Ох, горько я, зачем на свет родилась? Была бы стеклянная, упала бы, разбилась. Потом сядем, и мы всю ночь иногда поем песню. Попел «Учей не приедет». Ну, это еще в Забайкале было. Нет, Балайка я так, ну, чуть-чуть, а так не ладей. Больше гитары, и то нотный грамотный. Не знаю, там пять-шесть аккордов, но мне хватает, чтобы вложить душу каждую песню. Под окном черем уха колышется, распуская лепестки свои. За рекой знакомый голос слышится, да поют всю ночь кусалови. Ваши зрители полюбили вас после фильмов, ну, советской поры. Их сейчас принято называть какими-то такими душевными, да? Ну, особая массфера была в советском кино. А вот современное, высокотехнологичное кино, вы приемлете? Оно вас трогает? Не хочу. Поэтому много предложений, много предлагают, но я не люблю город трупов и море крови. Где убить человека все равно, что высморкаться, это не моя стезя, это не мое дело. Я всегда отказываюсь предложений были, а сейчас просто от меня отстали, но сейчас очень почему-то меня насилует в этом шоу. Шоу, шоу, шоу. Я согласился в одно шоу две звезды стоять и повалить только с одним условием, что я буду петь то, что я считаю нужно. Что стоишь, качаясь, тонкая рябина, головой склоняясь, до самого ты нам. А вот как зрители вас трогают фильмы, например, там «Аватар» Джеймса Кэмерона? Конечно, трогают. Трогают, да? То есть вы не отрицаетесь? Ну, с точки зрения технологии, технологии всего подхода, это интересно, психология нельзя так говорить. Я ближе к нашему кино. Знаешь, девяти дням одного года, вот такого уровня, там, живем до понедельника. А что вот из последнего увиденного вас тронуло? Да что-то давно я в кино, то уже не было давно, я немножко отошел, из себя трушел давно, еще занимаюсь северным полюсом, дважды был там, мне это интересно, сейчас мечтаю попасть на Южный полюс, и если я когда-нибудь пожму лапу пингвина, буду счастливым человеком. Мои как бы, вот, уже предел мечтаний. В вашем теплом отношении к Владивостоку сомневаться не приходится, но традиционный для нашей программы вопрос. Назовите, пожалуйста, пять причин, по которым человеку, который никогда здесь не был, стоит приехать в Владивосток. Море, раз, а необычность расположения, холмистость, да, и самый большой пляж, по-моему, да, в России, по-моему, ничего такого подобного нет, там 28 километров пляж, объем, по Мурскому заливу, вот, ну и вообще, просто все, вот, первые воспоминания, на сутках всегда трепетные, я помню, как я с 34-й, 36-й причал отсюда пошел, я пошел в бухту Диамит, проплыл, и это был восторг такой, ни с чем не сравнившение, если вот каждую каплю, я сейчас помню, как вот я этот запах впихивал в себя, я же поступил в ремесленную учительство, потому что у тебя ляжка была, а то место нижнее белье, солдатское, и все, больше еще, потому что мореходку не поступил. И театр, конечно, потрясение, тоже первое потрясение, мощный театр, театральные потрясения были, актеры и Пресежнюк, и Мялта, вот Чешальников, и Дядя Женя, потрясающие были вещи. Если у вас какие-то вот свои места в Владивостоке, приезжайте, обязательно туда приходите? Ну, я прихожу там на Пушкинскую, там, где землянка наша, она еще сломали, давно уже не стало, а сейчас я просто в диком восторге от этих мостов, от этого, все не уговорил водителя, проехали даже на русский остров, заехали, то оттуда, проехали, там кольцо развернулись, я в шоке был, когда узнал, что из этих вант, или это все, этот трос, который 500 километров, суммирует, и вот это все, это грандиозное, конечно, изобретение, инженерная мысль, это предел, конечно, нет, и вот сейчас проехали, пересекая Чуркин-Расси, мы все так, обеезжали, там, в Буговую, там, сюда, а здесь, видишь, и сегодня еще в гостиницу, Меридиан поселили, а вышел, с седьмого этажа, в окно, я смотрю, весь вот так, простор такой, как, это что-то такое красивое, действительно красивое. Ну что, отпускаем вас к вашим зрителям, не будем больше задерживать, спасибо за эту беседу. Очень тепло с тобой говорить, дай Бог тебе все, самого-самого доброго. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok